В этом году по нацпроекту предстоит отремонтировать 745 километров дорог. В первую очередь в график ремонта попали дороги, перегруженные трафиком, и те, по которым ходит общественный транспорт. Контроль за качеством выполнения работ со стороны областного Минтранса начался уже на старте. Скоро к проверкам присоединятся и общественные контролеры. На этом участке дороги Киров-Шахунья-Нижний Новгород были колеи и ямы. Сегодня здесь работает асфальто-укладочная техника. Здесь будет отфрезерованная поверхность, то есть колеи, наплывы. Потом, вот сейчас в данный момент укладывается в равный слой и дальше будет верхний слой. В проведении дорожных работ в этом году сразу несколько нововведений. Чтобы дорожники не клали асфальт в снег и дождь, в контрактах прописано, что все работы должны завершиться к 1 октября. А для того, чтобы уменьшить неудобства для автомобилистов, подрядчикам запретили работать в часы пик и в выходные дни на выездах из города. Выпущены, соответственно, нормативные документы, приказы, которые запрещают работать именно в часы пик. Если кто-то будет замечен, так скажем, в нарушении данных требований, прошу обращаться в Минтранс, в Главное управление автомобильных дорог. Мы вовремя среагируем и исправим эти недочеты. Максимальный объем выполнения работ по укладке асфальтобетонного покрытия мы завершим до 1 сентября. Для того, чтобы люди, возвратившиеся из отпуска, уже могли пользоваться нормальными, хорошими, безопасными и качественными дорогами. Кроме ремонта дорог, по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги в Нижегородской области обновляют разметку, дорожные знаки и пешеходные переходы. А также начали строить транспортную развязку Никлюдова-Золотова. Все это вместе должно сделать нижегородские дороги по-настоящему комфортными, качественными и безопасными. Валерия Стародумова, Анастасия Рябова и Ренат Бигбаев. Время новостей.